Пёстрая лента. Артур Конан Дойл. Часть вторая. Было уже около часа, когда Холмс возвратился домой. В руки у него был лист синей бумаги, весь исписанный заметками и цифрами. «Я видел завещание покойной жены доктора», — сказал он. «Чтобы точнее разобраться в нём, мне пришлось справиться о нынешней стоимости ценных бумаг, в которых помещено состояние покойной. Выйдя замуж, каждая дочь имеет право на ежегодный доход в 250 фунтов стерлингов. Следовательно, если бы обе дочери вышли замуж, наш красавец получал бы только такие крохи. Его доходы значительно уменьшились бы и в том случае, если бы замуж вышла лишь одна из дочерей. Я не напрасно потратил утро, так как получил ясные доказательства, что у отчима были весьма веские основания препятствовать замужеству пачерец. Обстоятельства слишком серьёзные, Уотсон, нельзя терять ни минуты, тем более, что старик уже знает, как мы интересуемся его делами. Если вы готовы, надо поскорее вызвать Кэп и ехать на вокзал. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы сунете в карман револьвер. Револьвер – превосходный аргумент для джентльмена, который может завязать узлом стальную кочергу. Револьвер – это зубная щётка, вот и всё, что нам понадобится. На вокзале Ватерлоо нам посчастливилось сразу попасть на поезд. Приехав в Леттерхед, мы в гостинице возле станции взяли двуколку и проехали миль пять живописными дорогами Суррея. Был чудный солнечный день, и лишь несколько перистых облаков плыло по небу. На деревьях и на живой изгороде возле дорог только что распустились зелёные почки, и воздух был напоен восхитительным запахом влажной земли. Странным казался мне контраст между сладостным пробуждением весны и ужасным делом, из-за которого мы прибыли сюда. Мой приятель сидел впереди, скрестив руки, надвинув шляпу на глаза, опустив подбородок на грудь, погружённый в глубокие думы. Внезапно он поднял голову, хлопнул меня по плечу и указал куда-то вдаль. «Посмотрите!» Обширный парк раскинулся по склону холма, переходя в густую рощу на вершине. Из-за веток виднелись очертания высокой крыши и шпиль старинного помещичьего дома. «Стокморон?» – спросил Шерлок Холмс. «Да, сэр. Это дом Гриммэби Ройлота?» – ответил возница. «Видите, вон там строят», – сказал Холмс. «Нам нужно попасть туда». «Мы едем к деревне», – сказал возница, указывая на крыши, видневшиеся в некотором отдалении слева. «Но если вы хотите скорее попасть к дому, вам лучше перелезть здесь через забор, а потом пройти полями по тропинке. По той тропинке, где идет эта леди». «А эта леди как будто мисс Стоунер», – сказал Холмс, заслоняя глаза от солнца. «Да, мы лучше пойдем по тропинке, как вы советуете». Мы вышли из двухколки, расплатились, и экипаж покатил обратно в Леттерхед. «Пусть этот малый думает, что мы архитекторы», – сказал Холмс, когда мы лезли через забор. «Тогда наш приезд не вызовет особых толков». «Добрый день, мисс Стоунер. Видите, мы сдержали свое слово». «Я с таким нетерпением ждала вас», – воскликнула она, горячо пожимая нам руки. «Все устроилось чудесно. Доктор Ройлот уехал в город и вряд ли возрастится раньше вечера». «Мы имели удовольствие познакомиться с доктором», – сказал Холмс, и в двух словах рассказал о том, что произошло. Мисс Стоунер побледнела. «Боже мой», – воскликнула она, – «значит, он шел за мной следом». «Похоже на то». «Он так хитер, что я никогда не чувствую себя в безопасности. Что он скажет, когда возвратится?» «Придется ему быть осторожнее, потому что здесь может найтись кое-кто похитрее его». «На ночь запритесь от него на ключ. Если он будет буйствовать, мы увезем вас к вашей тетке в Харроу». «Ну а теперь надо как можно лучше использовать время, и потому проводите нас, пожалуйста, в те комнаты, которые мы должны обследовать». Дом был из серого, покрытого лишайником камня, и имел два полукруглых крыла, распростертых, словно клешни у краба, по обеим сторонам высокой центральной части. В одном из этих крыльев окна были выбиты и заколочены досками. Крыша местами провалилась. Центральная часть казалась почти столь же разрушенной, зато правое крыло было сравнительно недавно отделано. И по шторам на окнах, по голубоватым дымкам, которые вились из труб, видно было, что живут именно здесь. У крайней стены были воздвинуты леса, начаты кое-какие работы, но ни одного каменщика не было видно. Холмс стал медленно расхаживать по нерасчищенной лужайке, внимательно глядя на окна. «Насколько я понимаю, тут комната, в которой вы жили прежде. Среднее окно из комнаты вашей сестры, а третье окно, то, что поближе к главному зданию, из комнаты доктора Ройлота». «Совершенно правильно, но теперь я живу в средней комнате». «Понимаю». «Кстати, как-то незаметно, чтобы эта стена нуждалась в столь неотложном ремонте». «Совсем не нуждается. Я думаю, это просто предлог, чтобы убрать меня из моей комнаты». «Весьма вероятно. Итак, вдоль противоположной стены тянется коридор, куда выходят двери всех трех комнат. В коридоре, без сомнения, есть окна? Да, но очень маленькие. Пролезть сквозь них невозможно. Так как вы обе запирались на ключ, то из коридора попасть к вам в комнаты нельзя. Будьте любезны, пройдите в свою комнату и закройте ставни». Мисс Стоунер исполнила его просьбу. Холмс, предварительно осмотрев окно, употребил все усилия, чтобы открыть ставни снаружи, но безуспешно. Не было ни одной щелки, сквозь которую можно было бы просунуть хоть лезвие ножа, чтобы поднять засов. При помощи лупа он осмотрел петли, но они были из твердого железа и крепко вделаны в массивную стену. Хм, проговорил он в раздумье, почесывая подбородок. «Моя первоначальная гипотеза не подтверждается фактами. Когда ставни закрыты, в эти окна не влезть. Ладно, посмотрим, не удастся ли нам выяснить что-нибудь, осмотрев комнаты изнутри». Маленькая боковая дверь открывалась в выбеленный известковый коридор. В который ходили двери всех трех спален. Холм снищил нужным осматривать третью комнату, и мы сразу прошли во вторую, где теперь спала мисс Стоунер и где умерла ее сестра. Это была просто обставленная комнатка с низким потолком и с широким камином. В одном углу стоял комод, другой угол занимала узкая кровать. Убранство комнаты довершали два плетеных стула, да квадратный коврик посередине. Панели на стенах были из темного, источенного червями дуба, такие древние, выцветшие, что, казалось, их не меняли со времени постройки дома. Холмс взял стул и молча уселся в углу. Глаза его внимательно скользили вверх и вниз по стенам. «Куда проведен этот звонок?» спросил он, наконец, указывая на висевший над кроватью толстый шнур от звонка, кисточка которого лежала на подушке. Он как будто новее всех прочих вещей. «Да, он проведен всего несколько лет назад». «Вероятно, ваша сестра просила об этом?» «Нет, она никогда им не пользовалась. Мы всегда все делали сами». «Действительно, здесь этот звонок лишняя роскошь. Вы меня извините, если я задержу вас на несколько минут. Мне хочется хорошенько осмотреть пол». С лупой в руках он ползал на четвереньках взад и вперед по полу. Пристально исследуя каждую трещину в половицах. Также тщательно он осмотрел и панели на стенах. Потом подошел к кровати, внимательно оглядел ее и всю стену снизу доверху. Потом взял шнур от звонка и дернул его. «Да ведь звонок поддельный», сказал он. «Он не звонит?» «Он даже не соединен с проволокой. Любопытно. Видите, он привязан к крючку как раз над тем маленьким отверстием для вентилятора. Как странно, я не заметила этого». «Очень странно», – бормотал Холмс, дергая шнур. «В этой комнате многое обращает на себя внимание. Например, каким нужно быть безумным строителем, чтобы вывести вентилятор в соседнюю комнату, когда его с такой же легкостью можно было вывести наружу. «Все это сделано тоже очень недавно», – сказал Эллиан. «Примерно в одно время со звонком», – заметил Холмс. «Да, как раз в то время здесь произвели кое-какие переделки. Интересные переделки. Звонки, которые не звонят. И вентиляторы, которые не вентилируют. С вашего позволения, мисс Стоунер, мы перенесем наше обследование в другие комнаты». Комната доктора Гримми Беройлота была больше, чем комната его пачерицы, но обставлена так же просто. Походная кровать, небольшая деревянная полка, уставленная книгами, преимущественно техническими, кресло рядом с кроватью, простой плетеный стул у стены, круглый стол и большой железный несгораемый шкаф. Вот и все, что бросалось в глаза при входе в комнату. Холмс смеленно похаживал вокруг, с живейшим интересом исследуя каждую вещь. «Что здесь?» – спросил он, стукнув по несгораемому шкафу. «Деловые бумаги моего отчима». «Ого! Значит, вы заглядывали в этот шкаф?» «Только раз, несколько лет назад. Я помню, там была кипа бумаг». «А нет ли в нем, например, кошки?» «Нет, что за странная мысль?» «А вот, посмотрите. Он снял со шкафа маленькое блюдце с молоком». «Нет, кошек мы не держим, но зато у нас есть гепард и павиан». «Ах, да! Гепард, конечно, всего только большая кошка, но сомневаюсь, что такое маленькое блюдце молока может насытить этого зверя. Да, в этом надо разобраться». Он присел на корточке перед стулом и принялся с глубоким вниманием изучать сидение. «Благодарю вас, все ясно», – сказал он, поднимаясь и кладя лобу в карман. «Ага, вот еще кое-что весьма интересное». Внимание его привлекла небольшая собачья плеть, висевшая в углу кровати. «Конец ее был завязан петлей». «Что вы об этом думаете, Уотсон?» «По-моему, самая обыкновенная плеть. Не понимаю, для чего понадобилось завязывать на ней петлю». «Не такая уж обыкновенная». «Ах, сколько зла на свете! И хуже всего, когда злые дела совершает умный человек». «Ну, с меня достаточно, мисс. Я узнал все, что мне нужно, а теперь с вашего разрешения мы пройдемся по лужайке». «Я никогда не видел Холмса таким угрюмым и насупленным. Некоторое время мы расхаживали взад и вперед в глубоком молчании, и ни я, ни мисс Стоунер не прерывали течение его мысли, пока он сам не очнулся от задумчивости». «Очень важно, мисс Стоунер, чтобы вы в точности следовали моим советам», – сказал он. «Я исполню все беспрекословно». «Обстоятельства слишком серьезные, колебаться нельзя. От вашего полного повиновения зависит ваша жизнь. Я целиком полагаюсь на вас. Во-первых, мы оба, мой друг и я, должны провести ночь в вашей комнате». Мисс Стоунер и я взглянули на него с изумлением. «Это необходимо, я вам объясню. Что это там в той стороне? Вероятно, деревенская гостиница? Да, там корона». «Очень хорошо. Оттуда видны ваши окна?» «Конечно». «Когда ваш отчим вернется, скажите, что у вас болит голова, уйдите в свою комнату и запритесь на ключ». «Услышав, что он пошел спать, вы снимете засов, откройте ставни вашего окна и поставите на подоконник лампу. Эта лампа будет для нас сигналом». «Тогда, захватив с собой все, что пожелаете, вы перейдете в свою бывшую комнату. Я убежден, что, несмотря на ремонт, вы можете один раз переночевать в ней». «Безусловно». «Остальное предоставьте нам». «Но что же вы собираетесь сделать?» «Мы проведем ночь в вашей комнате и выясним причину шума, напугавшего вас». «Мне кажется, мистер Холмс, что вы уже пришли к какому-то выводу», сказала мисс Стоунер, дотрагиваясь до рукава моего друга. «Быть может, да». «Тогда ради всего святого скажите хотя бы, от чего умерла моя сестра». «Прежде чем ответить, я хотел бы собрать более точные улики». «Тогда скажите, по крайней мере, верно ли мое предположение, что она умерла от внезапного испуга». «Нет, неверно. Я полагаю, что причина ее смерти была более вещественна. А теперь, мисс Стоунер, мы должны покинуть вас, потому что если мистер Ройлот вернется и застанет нас, вся поездка окажется совершенно напрасной. До свидания». «Будьте мужественны, сделайте все, что я сказала, и не сомневайтесь, что мы быстро устраним грозящую вам опасность». Мы с Шерлоком Холмсом без всяких затруднений сняли номер в гостинице «Корона». Номер наш находился в верхнем этаже, из окна видны были ворота парка и обитаемое крыло Стокморанского дома. В сумерках мы видели, как мимо проехал доктор Грима Беройлот. Его грузное тело вздымалось горой, рядом стоящей фигурой мальчишки, правившего экипажем. Мальчишке не сразу удалось открыть тяжелые железные ворота и видели, с какой яростью он потрясал кулаками. Экипаж въехал в ворота и через несколько минут сквозь деревья замелькал свет от лампы, зажженной в одной из гостиных. «Право, не знаю», – сказал Холмс, – «брать ли вас сегодня ночью с собой? Дело-то очень опасное». «А я могу быть полезен вам?» «Ваша помощь может оказаться неоценимой. Тогда я непременно пойду». «Спасибо». «Вы говорите об опасности. Очевидно, вы видели в этих комнатах что-то такое, чего не видел я». «Нет, я видел то же, что и вы, но сделал другие выводы». «Я не заметил в комнате ничего примечательного, кроме шнура от звонка, но, признаюсь, не способен понять, для какой цели он может служить». «А на вентилятор вы обратили внимание?» «Да, но мне кажется, что в этом маленьком отверстии между двумя комнатами нет ничего необычного. Оно так мало, что даже мышь едва ли может пролезть сквозь него». «Я знал об этом вентиляторе, прежде чем мы приехали в Стокморон». «Дорогой мой Холмс, да, знал». «Помните, мисс Стоун рассказала, что ее сестра чувствовала запах сигар, который курит доктор Ройлот? А это доказывает, что между двумя комнатами есть отверстие, конечно, оно очень мало, иначе его заметил бы следователь при осмотре комнаты. Я решил, что тут должен быть вентилятор». «Но какую опасность может таить в себе вентилятор?» «А посмотрите, какое странное совпадение. Над кроватью устраивают вентилятор, вешают шнур, и леди, спящая на кровати, умирает. Разве это не поражает вас?» «Я до сих пор не могу связать эти обстоятельства». «А в кровати вы не заметили ничего особенного?» «Нет». «Она привинчена к полу». «Вы когда-нибудь видели, чтобы кровати привинчивали к полу?» «Пожалуй, не видел». Леди не могла передвинуть свою кровать. Ее кровать всегда оставалась в одном и том же положении по отношению к вентилятору и шнуру. Этот звонок приходится называть просто шнуром, так как он не звонит. «Холмс!» – скричал я. «Кажется, я начинаю понимать, на что вы намекаете. Значит, мы явились как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасное и утонченное преступление». «Да, утонченное и ужасное. Когда врач совершает преступление, он опаснее всех прочих преступников. У него крепкие нервы и большие знания. Палмер и Причард были лучшими специалистами в своей области. Этот человек очень хитер, но я надеюсь, Улутсон, что нам удастся перехитрить его. Сегодня ночью нам предстоит пережить немало страшного, и потому прошу вас, давайте пока спокойно закурим трубки и проведем эти несколько часов, разговаривая о чем-нибудь более веселом». Часов около девяти свет, видневшийся между деревьями, погас, и усадьба погрузилась во тьму. Так прошло часа два, и вдруг ровно в одиннадцать одинокий яркий огонек засел прямо против нашего окна. «Это сигнал для нас», – сказал Холмс, вскакивая. Свет горит в среднем окне. Выходя, он сказал хозяину гостиницы, что мы идем в гости к одному знакомому, и, возможно, там и переночуем. Через минуту мы вышли на темную дорогу. Свежий ветер дул нам в лицо. Желтый свет, мерцая перед нами во мраке, указывал путь. Попасть к дому было нетрудно, потому что старая парковая ограда обрушилась во многих местах. Пробираясь между деревьями, мы достигли лужайки, пересекли ее и уже собирались влезть в окно, как вдруг какое-то существо, похожее на отвратительного урода ребенка, выскочило из лавровых кустов, бросилось, корчась на траву, а потом промчалось через лужайку и скрылось в темноте. «Боже», – прошептал я, – «вы видели?» В первое мгновение Холмс испугался не меньше меня. Он схватил мою руку и сжал ее, словно тисками. Потом тихо рассмеялся и, приблизив губы к моему уху, пробалмотал еле слышно. «Милая семейка, ведь это павиан». Я совсем забыла о любимцах доктора, а гепард, который каждую минуту может оказаться у нас на плечах. Признаться, я почувствовал себя значительно лучше, когда, следуя примеру Холмса, сбросил ботинки, влез в окно и очутился в спальне. Мой друг бесшумно закрыл ставни, переставил лампу на стол и быстро оглядел комнату. Здесь все было как днем. Он, приблизился ко мне и, сложив руку трубкой, прошептал так тихо, что я едва понял его. «Малейший звук погубит нас». Я кивнул головой, показывая, что слышу. «Нам придется сидеть без огня. Сквозь вентилятор он может заметить свет». Я кивнул еще раз. «Не засните. От этого зависит ваша жизнь. Держите револьвер на готове. Я сяду на край кровати, а вы на стул». Я вытащил револьвер и положил его на угол стола. Холмс принес с собой длинную тонкую трость и поместил ее возле себя на кровать вместе с коробкой спичек и огарком свечи. Потом задул лампу, и мы остались в полной темноте. «Забуду ли я когда-нибудь эту страшную бессонную ночь?» Ни один звук не доносился до меня. Я не слышал даже дыхания своего друга, а между тем знал, что он сидит в двух шагах от меня с открытыми глазами, в таком же напряженном нервном состоянии, как и я. Ставни не пропускали ни малейшего луча света, мы сидели в абсолютной тьме. Изредка снаружи доносился крик ночной птицы, а раз у самого нашего окна раздался протяжный вой, похожий на кошачьи мяукния. Гепард, видимо, гулял на свободе. Слышно было, как вдалеке церковные часы гулка отбивали четверти. Какими долгими они казались нам, эти каждые 15 минут. Пробило 12, час, два, три. А мы все сидели молча, ожидая чего-то неизбежного. Внезапно у вентилятора мелькнул свет и сразу же исчез. Но тотчас мы почувствовали сильный запах горелого масла и накаленного металла. Кто-то в соседней комнате зажег потайной фонарь. Я услышал, как что-то двинулось. Потом все смолкло, и только запах стал еще сильнее. С полчаса я сидел напряженно глядываясь в темноту. Внезапно послышался какой-то новый звук, нежный, тихий. Словно вырывалась из котла тонкая струйка пара. И в то же мгновение в Холмс скачал с кровати, чиркал спичкой и яростно хлестнул своей тростью по шнуру. «Вы видите ее, отцом?» – проревел он. «Видите?» Но я ничего не видел. Пока Холмс чиркал спичкой, я слышал тихий, отчетливый свист. Но внезапный яркий свет так ослепил мои утомленные глаза, что я не мог ничего разглядеть и не понял, почему Холмс так яростно хлещет тростью. Однако я успел заметить выражение ужаса и отвращения на его мертвенно-бледном лице. Холмс перестал хлестать и начал пристально разглядывать вентилятор, как вдруг в тишину ночи прорезал такой ужасный крик, какой я не слышал никогда в жизни. Этот хриплый крик, в котором смешались страдания, страх и ярость становился все громче и громче. Рассказывали потом, что не только в деревне, но даже в отдаленном домике священника этот крик разбудил всех спящих. Похолодившие от ужаса, мы глядели друг на друга, пока последний вопль не замер в тишине. «Что это значит?» – спросил я, задыхаясь. «Это значит, что все кончено», – ответил Холмс. «И в сущности это к лучшему. Возьмите револьвер и пойдемте в комнату доктора Ройлота». Лицо его было сурово. Он зажег лампу и пошел по коридору. Дважды он стукнул в дверь комнаты доктора, но изнутри никто не ответил. Тогда он повернул ручку и вошел в комнату. Я шел следом за ним. Я шел следом за ним, держа в руке заряженный револьвер. Необычайное зрелище представилось нашим взором. На столе я стоял фонарь, бросая яркий луч света на железный несгораемый шкаф, дверца которого была полуоткрыта. У стола на соломенном стуле сидел Меби Ройлот в длинном сером халате, из-под которого виднелись голые лодыжки. Ноги его были в красных турецких туфлях без задников. На коленях лежала та самая плеть, которую мы еще днем заметили в его комнате. Он сидел, задрав стыло выражение страха. Вокруг его головы туго обвелась какая-то желтая с коричневыми крапинками лента. При нашем появлении доктор не шевельнулся и не издал ни звука. «Лента! Пестрая лента!» – прошептал Холмс. Я сделал шаг вперед. В то же мгновение странный головной убор зашевелился, из волос доктора Ройлота поднялась граненая головка и раздувшаяся шея ужасной змеи. «Болотная гадюка!» – встречал Холмс. «Самая смертоносная индийская змея!» «Он умер через девять секунд после укуса. Поднявший меч от меча и погибнет, и тот, кто роет, другому в нее попадет. Посадим эту тварь в ее логово, отправим мисс Стоунер в какое-нибудь спокойное место и дадим знать полиции о том, что случилось». Он схватил плеть с колен мертвого, накинул петлю на голову змеи, стащил ее с ужасного насеста, швырнул внутрь несгораемого шкафа и захлопнул дверцу. Таковы истинные обстоятельства смерти доктора Гримс Беройлота из Стокморона. Не стану подробно рассказывать, как мы сообщили печальную новость испуганной девушки, как утренним поездом мы перепроводили ее на попечение тетки в Харроу, и как туповатое полицейское следствие пришло к заключению, что доктор погиб от собственной неосторожности, забавляясь со своей любимицей ядовитой змеей. Остальное Шерлок Холмс рассказал мне, когда мы на следующий день ехали обратно. «Вначале я пришел к совершенно неправильным выводам, мой дорогой отцин», – сказал он. «И это доказывает, как опасно опираться на неточные данные. Присутствие цыган, восклицание несчастной девушки, пытавшейся объяснить, что она увидела, черкнув спичкой. Всего этого было достаточно, чтобы навести мне на ложный след. Но когда мне стало ясно, что в комнату невозможно проникнуть ни через дверь, ни через окно, что не оттуда грозит опасность обитателю этой комнаты, я понял свою ошибку, и это может послужить мне оправданием. Я уже говорил вам, внимание мое сразу привлекли вентилятор и шнур от звонка, висящий над кроватью. Когда обнаружилось, что звонок фальшивый, а кровать прикреплена к полу, у меня зародилось подозрение, что шнур служит лишь мостом, соединяющим вентилятор с кроватью. Мне сразу же пришла мысль о змее, а зная, как доктор любит окружать себя всевозможными индийскими тварями, я понял, что, пожалуй, угадал. Только такому хитрому, жестокому злодею, прожившему много лет на Востоке, могло прийти в голову прибегнуть к яду, который нельзя обнаружить химическим путем. В пользу этого яда, с его точки зрения, говорило и то, что он действует мгновенно. Следователь должен был бы обладать поистине необыкновенно острым зрением, чтобы разглядеть два крошечных темных пятнышка, оставленных зубами змеи. Потом я вспомнила о свисте. Свистом доктор звал змею обратно, чтобы ее не увидели на рассвете рядом с мертвой. Вероятно, давая ей молоко, он приучил ее возвращаться к нему. Змею он пропускал через вентилятор в самый глухой час ночи и знал наверняка, что она поползет по шнуру и спустится на кровать. Рано или поздно девушка должна была стать жертвой ужасного замысла. Змея ужалила бы ее, если не сейчас, то через неделю. Я пришел к этим выводам еще до того, как посетил комнату доктора Ройлота. Когда же я исследовала сидение его стула, я понял, что у доктора была привычка становиться на стул, чтобы достать до вентилятора. А когда я увидел несгораемый шкаф, блюса с молоком и плеть, мои последние сомнения окончательно рассеялись. Металлический лязг, который слышала мисс Стоунер, был очевидно стуком дверцы несгораемого шкафа, куда доктор прятал змею. Вам известно, что я предпринял, убедившись в правильности своих выводов. Как только я услышал шипение змеи, вы, конечно, тоже слыхали его. Я немедленно зажег свет и начал стягать ее тростью. Вы прогнали ее назад в вентилятор и тем самым заставил напасть на хозяина. Удары моей трости разозлили ее, в ней проснулась змеиная злоба, и она напала на первого попавшегося ей человека. Таким образом, я косвенно виновен в смерти доктора Гримма Беройлота. Но не могу сказать, чтобы эта вина тяжким бременем легла на мою совесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова